СПЛЕЛИСЬ БЕРЕЗКА С САКУРАЙ Фестиваль японской культуры. Ребята вместе с учителями на протяжении двух недель готовились к фестивалю, вели исследовательскую работу, самостоятельно постигали историю, культуру и особенности Японии. И результатом подготовки стала выставка детских работ, посвященная японской тематике. Для учеников начальных классов были организованы тематические занятия и встречи в стенах школы. Мы, конечно же, стараемся быть в ногу со временем. Узнали, что 2018 год объявлен годом японской культуры в России. И в поддержку всей этой миссии решили тоже у себя провести маленький мини-фестиваль японской культуры. Мы постарались узнать как можно больше информации о японской культуре и тоже выразить то, что узнали в различных наших работах, поделках, стенгазетах. А также сегодня решили провести прям отдельно специальный день японской культуры. Когда я прошла по классам и объявила, дети заинтересовались очень. И преподаватели также. Появился такой огонек в глазах, это что-то новое, неожиданное. И приступили к исследовательской деятельности. На классных часах обговаривали все. Ну и вот старались как можно больше узнать. А когда узнали, что у нас будут гости из Апонии, вообще были в восторге. Конечно, самым ярким событием для ребят стала встреча с Джоном, учеником из японской школы, который приехал в Россию по программе обмена. И сейчас учится в одной из школ Краснодара. Джон рассказал о своей родине, о том, чем отличаются японские школьники от российских. Не менее увлекательными для младшеклассников стали занятия, посвященные японскому языку и каллиграфии. Преподаватель Кубанского государственного университета, востоковед Марк Орлов, познакомил ребят с катаганой, одной из графических форм японского слогового алфавита. Оно записывается вот так. И звучит как НИХОН. НИХОН. В данном случае вот этот иероглиф НИ, я его напишу отдельно, он обозначает Солнце, либо же День, Солнце, и у него значение День. Второй иероглиф, он обозначает Корень, Основа. Еще у него есть значение КНИГА. Оригами, боевые искусства, древняя философия и, конечно же, известная всему миру японская анимация. Обо всем этом ученики школы номер 45 узнали в рамках фестиваля. Впереди еще целый год интересных, необычных и запоминающихся мероприятий в рамках программы культурного обмена России и Японии. Обмена, в котором широкая русская душа встречается с застенчивой страной цветущей сакуры. После того, как фашистские войска были отброшены на запад и выдворены с территории Советского Союза, началось освобождение Европы. Масштабные военные действия в Европе проводились не только Красной Армией. Войска Британии и Соединенных Штатов шли навстречу нашим бойцам. 25 апреля 1945 года в 13.30 в районе города Таргау на Эльбе произошла встреча советских и американских войск. Легендарная встреча на Эльбе стала высшей точкой в союзнических отношениях антигитлеровской коалиции. Приближаясь к Эльбе, наши бойцы и офицеры знали, что здесь, в Саксонии, произойдет первая встреча с войсками англо-американских союзников. Каждый день люди, сражающиеся по эту сторону реки, с нетерпением ждали сводки о продвижении частей союзнических войск. На штабной карте можно было проследить, как все ближе и ближе подходят друг к другу две линии фронта. Первыми вступили в соприкосновение с частями 1-й американской армии наши радисты. Разговор между нашими американскими радистами происходил в момент, когда передовые части 1-го украинского фронта находились уже менее чем в 30 километрах от американцев. Немецкие станции пытались заглушить разговор, но неудачно. «Скоро встретимся с вами», — передавали американцам наши радисты. «Мы знаем ваше расположение. Наши танки приближаются к вам. Делаем все, чтобы скорее встретиться с вами». В передовых частях 1-й американской армии оказались среди радистов люди, знающие русский язык. Они поддерживали связь с нашими радистами, передавая им привет от американцев, сообщая о том, что во всех частях 1-й американской армии с волнением ждут встречи с советскими солдатами. Около 14 часов 25 апреля генерал Русаков доложил, что в 13 часов 30 минут в районе Штрельд гвардейцы 6-й роты 175-го гвардейского стрелкового полка во главе с командиром роты старшим лейтенантом Голобородько встретили группу военнослужащих, следующих с запада. Как выяснилось, это были разведчики 69-й пехотной дивизии 1-й армии США, которыми командовал лейтенант Кацебу. Депутат — это работа в интересах своих избирателей. Нас с вами. Делегируя свое право представлять наши интересы, мы оказываем ему доверие. На этой неделе в гостях мы побывали у Александра Леуцкого, депутата Совета муниципального образования Северский район и тренера по вольной борьбе. Просьба помощи к избранникам народа много, и очень важно сделать для себя выбор, поскольку всем, к сожалению, помочь невозможно. Для себя Александр решил стараться помогать прежде всего детям, вносить свой личный вклад в воспитание здорового поколения. На безвозмездной основе мальчишек в вольной борьбе Александр Леуцкий тренирует с 2006 года. Я сам начал заниматься с 6 лет, старший брат забирал меня с садика, приводил сюда. Основной своей целью вижу это вовлечение детей к занятию здорового образа жизни, заниматься спортом. Пусть не каждый ребенок сможет достигнуть высоких результатов, стать олимпийским чемпионом, хотя и это возможно. В последнее время частные платные секции стали, мы в свое время занимались бесплатно. Поэтому, конечно, сейчас растет и ЖКХ, и родители не все могут оплачивать коммунальные, ребенка своего в школе и так далее. Поэтому хотелось, чтобы и с нашей стороны мы тоже идем навстречу, чтобы приводили секции, была альтернатива тем частным секциям, которые сейчас проходят, чтобы дети занимались бесплатно, как и мы в свое время. По словам Александра, больше всего радости приносит возможность самому быть полезным. И эта благоодительность заслужила искреннюю благодарность родителей ни одного поколения воспитанников Александра. В первую очередь, это выбор самого сына, который я поддержал, то есть оба родителя. Второе, это то, что секции и сами занятия, они бесплатные. В-третьих, это олимпийский вид спорта, у которого есть большие перспективы, и ребенок не ограничен в своем развитии. Когда мы отдавали ребенка в спортивную школу, мы столкнулись с тем, что сейчас есть единоборство, именно занятия для мальчиков, они в основном идут платные. Вот это одно из немногих у нас секций, направлений, где это происходит на бесплатной основе. Многие достижения ребят в этом виде спорта стали возможны во многом благодаря депутату нашего района. Вольная борьба мне уже нравится очень давно и занимаюсь ей с детства. На будущее планирую стать чемпионом края, чемпионом ЛИФО, чемпионом Европы, России, если уже получится в мире. Кто вырастет из сегодняшних школьников? Александра как человека, наделенного большой ответственностью перед своими избирателями, этот вопрос волнует особенно. Воспитание достойных граждан своей страны является несомненным приоритетом. Добрые дела, помощь по велению сердца формируют у подрастающего поколения понимание истинных жизненных ценностей. И это дает надежду, что в будущем сегодняшние дети будут знать, что выбирать во власть надо тех, кто приносит обществу реальную пользу. В Северском районе прошел фестиваль-конкурс хореографического искусства «Праздник танца», посвященный Международному Дню Танца. Гостеприимный Дом культуры села Львовского встречал талантливых детей и творческую молодежь. За годы этот уникальный культурный проект стал доброй традицией и авторитетной площадкой для развития и популяризации хореографического искусства. Примечательно, что абсолютно все поселения представили свои творческие объединения. 54 коллектива и более 300 участников. Отрадно отметить, что хорошо развивается хореографическое движение в детских школах искусств. Есть признанные лидеры, но вместе с тем, с приходом новых молодых кадров в отрасль культура, также мы наблюдаем разнообразие представленных жанров. Очень хорошая традиция у Северского района в народных танцах, но вместе с тем хорошо также развивается и эстрадное направление хореографии. Хочется сказать огромное спасибо всем коллегам. Все знают о том, что 15 апреля мир отметил Международный день культработника. И, пользуясь случаем, хочу сказать всем слова благодарности за тот вклад, который каждый хореограф вносит в развитие культуры Северского района. В фестивале представлены конкурсные танцевальные номера в номинациях «Классический танец», «Народный танец» и «Современная хореография». Очень широка возрастная категория участников – от 7 до 18 лет и старше. Нельзя не вспомнить слова одного из величайших танцоров – Майкла Джексона. «Мир, в котором мы живем, есть танец создателя. Танцоры приходят и уходят в мгновение ока, но танец продолжает жить». Действительно, танец – одно из древнейших искусств. И, наверное, нет людей, равнодушных к танцевальному жанру искусства. Умеешься танцевать или нет, не имеет значения. Главное – понять, передать суть танца и увидеть ее красоту. И нашим участникам во всей красе удалось показать свое умение и мастерство в выполнении композиций в различных стилях. Исполненные конкурсные танцевальные номера подарили всем зрителям огромное удовольствие от общения с культурой хореографического искусства. Праздник танца прошел, но в памяти сохранились лучезарные улыбки, грации, пластика участников, неповторимость костюмов и творческих идей. А еще душу согревает убеждение, что желающих танцевать и получивших такую возможность стало в нашем районе гораздо больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова